Здравствуйте! Всех приветствую на нашем уроке. Мы продолжаем. Меня зовут Авазнец Вавазбек, преподаватель частной образовательной компании Profi Education. Сегодня мы продолжаем про Амира Тимура. Сегодняшний наш урок посвящается кончине, то есть после смерти Амира Тимура, что случилось с его империей. Внимание на экран, мы продолжаем. Значит, Амир Тимур умирает 18 февраля 1945 года в городе Атрар, в приграничном территории, в приграничном городе своей империи, в период похода на Китай. Значит, он направлялся в Китай с 200-тысячной армией, чтобы его захватить, но он погибает, заболевает болезнью. Есть разные версии, чем он болеет. Говорят, он простой дел, у него менингит и так далее. Мы не будем углубляться на вариантах ответов. Главный факт, что он погиб в 1405 году, скончался. Значит, сейчас вы видите на экране, что у Амира Тимура четыре сына. Джахангер, Умар-Шейх, Миран-Шах и Шохрух. Значит, старший сын Джахангер и от Джахангера у него есть внук Пир Мухаммад. Это был любимый внук Амира Тимура, поэтому после смерти, то есть до смерти Амир Тимур назначил его законным наследником своего государства. То есть, после смерти Тимура Тамирлана императором, правителем, должен был стать его внук Пир Мухаммад. Дальше. Умар-Шейх второй сын. От Умар-Шейха происходит у нас, значит, один из видных тимуридов, султан Хусейм Байкара. Вот видите, от четвертого сына Умар-Шейха Байкары идет султан Хусейм Байкара. От третьего сына Миран-Шаха нам нужен здесь, именно он котируется в нашей истории, Абу-Сеид, султан Абу-Сеид. Вот сын Умара, султан Абу-Сеид, а также после него от его рода исходит уже Захарда Мухаммад Бабур и империя великих моголов. И легендарный сын Амира Тимура, четвертый сын Шахрух Мрзо, правитель Харасана, от которого и родился легендарный Мрзо Улубек. Ученый одновременно, полководец, а также государственный деятель и правитель. Значит, мы познакомились со сыновьями Тимура Тамерланга. У него было, значит, четыре сына. И сейчас мы рассмотрим, что случилось после смерти Амира Тимура. Значит, Амир Тимур умирает в 1035 году, проходит по мусульманским обычаям 40 дней после его смерти. И после этого, вот видите на экране красным светом, Халил Султан, сын третьего сына Амира Тимура, то есть внука Амира Тимура, от сына Миран Шаха незаконным образом завладевает империей троном Тимура. В 1035 году, то есть 18 марта получается. Если 18 февраля умер Амир Тимур, 18 марта уже через Миран, после похорон, 40 дней после похорон, Халил Султан захватывает трон незаконным образом. Об этом услышал пир Мухаммад, законный наследник, и он направился в сторону Самарканда. В это время он захватил либо ближайший Амудари, а в правый берег Амудари захватывал Халил Султан. Значит, пир Мухаммад в 2007 году уже переправился через Амудари, двинулся в сторону Несефа и хотел дойти до Самарканда и выступить против Халила Султана. Но Халил Султан с помощью хитрости, используя главного визиря, пир Алетас, видите на экранах, в 1037 году, 22 апреля, 22 февраля, точнее, заказывает убийство пир Мухаммада. Тут устраивает против него заговор. Таким образом, законный наследник Амир Тимура, пир Мухаммад, трагически погибает, и власть остается у Халила Султана. Дальше что происходит? Вот на экране появился некий Амир Худайдад. Когда Халил Султан в 1945 году незаконно завладел троном своего деда Амира Тимура, против него выступили преданные полководцы Амира Тимура, одним из которых был Амир Худайдад, правитель Ферганы. Значит, после смерти пир Мухаммада в 408 году погибает отец Халила Султана, который помогал ему во всех его действиях в незаконном захвате трона. То есть, через год после смерти пир Мухаммада погибает отец Халила Султана, Миран Шах, третий сын Амира Тимура, от рук Кара Юсуфа, вождя племени, туркменского племени Каракуйлы. После этого Халил Султан уже остался без помощи и поддержки своего отца. Узнав об этом, через год после смерти его отца, а именно в 1408 году, правитель Ферганы Эмир Худайдад направляется против Халила Султана. Легко завладев Уратибей и Шахрухи, он доходит до Самарканда и близ селения, близ Заравшана, он разбивает Халила Султана, Халил Султан попадает в плен Эмира Худайдаду. Таким образом, не Тимурид, не из рода Тимуридов, Эмир Худайдад, Хаким Ферганы, обычно Хаким Ферганы, захватывает трон Амира Тимура. Это было недопустимо. Узнав об этом, четвертый сын Амира Тимура, Шахрух, вот появилось на экранах, Шахрух Мирзо, годы правления 1409-1447 года, вы наверно нахрен, значит. Он, узнав о захвате трона его отца чужим, Эмиром Худайдадом, сразу направляется весной 1409 года в Самарканд против Эмира Худайдада. И 25 апреля он, переправившийся за Амударью, захватывает, подавляет мятеж Эмира Худайдада, захватывает трон Самарканда, трон своего отца и назначает там правителем своего сына старшего Улубека. Значит, в 1309 году Улубек становится правителем Мавираннахра. В это время Улубеку было всего лишь 15 лет, потому что Улубек родился в 1394 году и умер в 1349 году. 15-летний Улубек становится правителем Мавираннахра, отец его назначил Шахрух, правителем Мавираннахра и Туркестана. На самом деле, ни Мавираннахра, ни Туркестан полностью не подчинялись Улубеку, потому что Туркестан принадлежал шейху Нуриддину, который не подчинялся ни Улубеку, ни Шахруху. А также от Ферганы до Узгена Шахрух можно подарил Амирака Ахмаду, Ахисари Шадман, Мухаммада Джахангиру, за то, что они оказали помощь борьбе против врага. Таким образом, Улубек полностью не обосновался Мавираннахре. И узнав об этом, шейху Нуриддин в 1410 году, когда отец Улубека Шахрух уже возвращается в Ахарасан, нападает на Улубека. Беспомощно 16-летнего Улубека разбивает его 20 апреля близ селения Кызыл-Рабат. Улубек, проиграв, направляется в сторону Калифа. Об этом узнает его отец, и отец второй раз приходит, помогает своего сына, подавляет мятеж уже правителя Туркестана, шейха Нуриддина, и опять сажает своего сына, правителя Мавираннахра. Теперь, уже к 1312 году, через два года, Улубеку полностью подчинялось и Мавираннахр, и Туркестан. Уже 18-летний Улубек стал правителем Мавираннахра полноправного и Туркестана. Дальше. Что происходит дальше? Значит, Улубек правит до 1749 года. Значит, до его кончины, в 47-м году, вот обратите внимание на Шахруха, он в 47-м году погибает при подавлении мятежа внука султана Мухаммада. И после смерти Шахруха он правил Харасаном. Вы знаете, Харасан, что это территория южной части Амударьи, должен был трон перейти Улубека, то есть по закону старшему сыну Шахруха Улубеку. Но незаконным образом трон захватывает другой сын брата Улубека, можно сказать, внук Шахруха. Незаконным образом захватывает сын от третьего сына Шахруха. Чтобы вам было понятно, мы возвращаемся назад, назад возвращаемся. Вот видите, Шахруха, четвертый сын Амира Тимура, у него три сына, Улубек, Иврагим, Султан и Байсункур. Вот у третьего сына Байсункура есть сын Аллаудавла, который после смерти Шахруха незаконным образом захватывает трон Харасана. Хотя на самом деле трон должен был перейти к старшему сыну по закону Улубеку. Вот такую историю Улубек, значит, мы возвращаемся быстро-быстро. Значит, в таких случаях Улубек направляется в Харасан, чтобы захватить трон. Но до него атаковал Аллаудавлу сын Улубека Абдуллатов. Был у него такой сын Абдуллатов, который напал на Аллаудавлу и попал в плен ему. В таких случаях Аллаудавла потребовал от Улубека, чтобы он отказался от притязнений в Харасан за счет того, что он оставит его сына, освободит его сына Абдуллатива. Улубек согласился на несправедливый договор. Но через год, в 1948 году, Улубек нарушает этот договор и нападает со своим 90-тысячной армией. Улубек, его два сына Абдуллатов и Абдуллатов на Аллаудавла разбивает его и захватывает Харасан. Харасан тоже уже стал принадлежать Улубеку. И Маверан Нахар и Харасан в 1948 году принадлежат Улубеку. Харасане он назначает своего сына Абдуллатива правителем. Абдуллатив, в 1948 году, став правителем Харасана, был недоволен своим отцом. Почему? Потому что Улубек объявил, что в победе против Аллаудавлы большую роль сыграл не Абдуллатив, а его брат Абдуллатива, что обидело чисто любого Абдуллатива. А также Улубек запретил пользоваться его сыном Абдуллативом казной крепости Ихтараден. Это второй раз обидело Абдуллатива и уже обиженный Абдуллатив частенько начал подумывать о захвате власти и заговоре против своего отца. Значит, 15 дней он продержался в Харасане. После этого Харасан нападает некий Абулкасым Баобур. Это уже тоже потомство Шахруха. Это тоже двоюродный брат Абдуллатива. Абдуллатив без боя оставляет Харасан, то есть Герат, столица Харасана Герат, и направляется к своему отцу. Отец его назначает правителем Балха. И после этого Абдуллатив в Балхе, южной территории государства Улубека, отменяет налог Тангу, то есть торговый налог. И в свою сторону заманивает торговцев, эмиров и ремесленников. Так он собирает себе силы против своего отца. Объединяется с Абулкасым Баобуром, которому он оставил без боя Харасан, и они двоем нападают на Улубека. Беспомощный Улубек, с одной стороны, который подвергся нападению кипчаков с севера, а также с юга своего сына, он без исходности в 1949 году проигрывает своему сыну Абдуллатива, который устраивает против него тайный суд и заговаривает к смерти. После чего народ объявил Абдуллатива отцу убийства под аркушем. Значит, мы еще вернемся на эту тему. Пока мы продолжаем. Значит, после Абдуллатива в 1949 году, через 6 месяцев, народ убил Абдуллатива, заговорили его к смерти, и власть Майран Нахри передалась, значит, разделилась на две части. Мирза Абдулла, который правил Самаркандом, и Абу Саид. Мирза Абдулла был законом наследника от потомства Шахруха, четвертого сына Амира Тимура, а Абу Саид был от потомства третьего сына Миран Шаха. Незаконным образом он завладел Бухарой в 1949 году. Но через два года, в 1951 году, он захватывает Самарканд с помощью Кипчак-Схлахана Абул-Хайр-Хана. Так он объединил Майран Нахр под своей властью. В это время Харасаном правил Абул-Касым Бабур, потомок тоже Шахруха, наследник из трона Шахрухаидов. Значит, в 1957 году Абул-Касым Бабур умирает, и Абу Саид захватывает Харасан тоже. Значит, Абу Саид до 1969 года на 12 лет объединил Майран Нахр и Харасан в последний раз. После смерти Абу Саида Харасан захватывает Хусейм Байкара, последний тимуридский правитель, который правил почти 40 лет. А в это время Майран Нахр правит сыновья Абу Саида, сначала Ахмад, потом Махмуд, потом сыновья Махмуда Байсенкур и Али. Таким образом государство распадается. Вот из-за таких междоусобных войн, братоубийственных войн, государство Амира Тимура распадается. Знаете, здесь у вас могут быть возникли большие вопросы, непонятные места, потому что здесь уже идет брат за братом, убивает каждого. И здесь сложно запоминать, кто кем был, от кого произошел. Поэтому настоятельно рекомендую еще раз повторить, пересмотреть видео, а также прочитать учебник, последние параграфы из седьмого класса. Потому что с первого раза это понять очень сложно, потому что здесь сложные братоубийственные войны. Просто трудно запоминать, кто за кем был и кто чей сын. Вот такие у нас дела. Мы продолжаем. Подробно об Улубеке. Значит, Улубек в 1394-1449 годах родился. Здесь легко запомнить его годы жизни. Почему? Потому что 9-4, и вы перевернете, поменяете местами 4 и 9, получается 49. Правильно ведь? Да. Вот так можно легко запомнить годы жизни Улубека, сына Шахруха Мрза. Значит, в годы правления он ровно 40 лет правил государством. С 1449 года до 1449 года. Конечно, с большими переменами, где он в 10-м году был вынужден отступить. После нападения шейха Нуриддина, где отец ему помог возвратить трон. Вот видите, 20 апреля 10-го года терпит поражение от шейха Нуриддина кишлаги Кызыл Рабат около Самарканда. Но все равно он возвращает себе трон. В 12-м году он полноправно правит Магиранна Ахраме Туркестаном. В 18-м лет. В 14-м году он захватывает Фергану и Кашкар. Легко запомнить, захват Фергану и Кашкара 14-14. В 1425 году он легендарная победа Мирзаулубека против монголов. Монголов, да? Но монголов не Монголи, а Магалистана. На прошлом уроке мы с вами узнали, где находится Магалистан. Это не Монголи, это отдельная территория. Магалистан. Это государство расположено в Семеречии в Восточном Туркестане. И Мухафалет, то есть ханы Магалистана, были разбиты Мирзаулубеком в 1925 году, близ Иссык-Кула. Почему Улубек напал на них? Он хотел обезопасить свои северо-восточные границы. Поэтому он нападает и в качестве трофеи привозит сюда два куска нефрита, которые в последствии были использованы в качестве надгробия над могилой Амира Тимура. Дальше Улубек, значит, после 1947 года, когда погиб его отец Шохрух при подавлении мятежа, остался без помощи. И в 1949 году он трагически погибает от рук своего сына. Значит, как это произошло? Значит, как я сказал, в это время на Улубека давились двух сторон. С севера нападали кипчаки, то есть нынешние казахи, а с юга нападал его собственный сын, который объединился с Абулкасымом Баугуром, да и его двоюродным братом. Вот с двух сторон напали на Улубека, и близ Самарканда, под Самаркандом, произошло крупное сражение между сыном Абдул-Атефом, сыном Улубека, и Улубеком, где Улубек терпит поражение. Но Улубек бежит в сторону сетодели Самарканда. Он надеялся, что он получит там убежище, но начальник сетодели Мираншах Каучин предательски не открывает ворота над Улубеком. И Улубек безысходности попадает в плен своему сыну, который устраивает тайный суд над своим отцом. Но, несмотря на требования и слова местного духовного сановника Шамсаддина Мухаммада Мискина, который требовал, чтобы он не устраивал таких тайных судов над своим отцом, вообще не выступал в качестве судьи над своим отцом. Потому что в исламе нельзя судить своего отца. Это вообще недопустимо. Но, несмотря на это, он допустил такую ошибку, и после этого захватил трон. Убил даже своего братишка Абдул-Азиза. Но через 6,5 месяцев его тоже убили. Народ его объявил подаркуш, то есть отцу убийства. И отрезали его голову и повесили в Регистане. Вот вы видите, вот если внимательно обратите, вот здесь тоже висят головы. Вот на палке воткнули голову восставших. Вот таким образом и поступили сыном Улубека Абдул-Азиза. Вот трагически погиб. После смерти Улубека и Абдул-Азиза, как я сказал, трон передается уже следующим поколением. И главную роль здесь сыграл Абусеид. Один из тимуридов, который смог на 12 лет объединить и Харасан, и Мавераннахар, и править более-менее стабильно. И после его смерти государство опять распадается окончательно, где Хусейм Байкара правит Харасаном, а сыновья Абусеида правит Мавераннахар. Вот такие дела у тимуридов. Мы продолжаем дальше. Значит, после Улубека я хотел рассказать про Шалхруха тоже подробно. Это четвертый сын. Один из крупных правителей после Амира Тимура. Он тоже где-то 40 лет провел над Харасаном. И более-менее держал в руках стабильность. И народ жил более-менее достаточно. Но не говорю, как прекрасно при Амира Тимуре. Но хотя относительно хорошо. Значит, 25 апреля в 1939 году, как я уже сказал раньше, он двинулся на Самарканд, захватил и передал власть своему сыну Улубеку. А в 2010 году он опять помогает своему сыну, подавив мятеж уже шейха Нуриддина. А в 2013 году, чтобы спасти, обезопасить границы государства своего сына Улубека, то есть Мавераннахар, он нападает на харизм, освобождает харизм от ханов Золотой Орды. Таким образом он обезопасил северную территорию государства Улубека. И 12 марта 1947 году он трагически погибает при подавлении мятежа внука султана Мухаммада. Вот таким был шахрух. Значит, мы, когда перейдем на 8 класс, мы подробно еще раз рассмотрим последних тимуридов Хусейна Байкару, который правил почти 40 лет. И при нем государство расцветало Харасан. Почему? Потому что он плечом к плечу правил со своим одноклассником, легендарным поэтом, государственным деятелем Алишерем Наваи. Значит, Алишерь Наваи был одноклассником Хусейна Байкары, они правили вместе. Сначала Хусейн Байкара назначил его хранителем печати, потом еще и главным визирем. Алишерь Наваи думал о народе и уменьшил относительно налоги и создавал все удобное для народа. Поэтому он завладел большим авторитетом и влиянием среди народа в Харасане. Но это продолжалось до поры до времени. Через годы возникает ситуация, смуты в Харасане, от которого Алишерь Наваи отказывается участвовать. Куда был вовлечен и сам Хусейн Байкара, и Алишерь Наваи покидает государство Харасан при Хусейне Байкаре. Хусейн Байкар остается одним своим народом, своим государством. Не смог справиться. Начинаются междоусобные войны. Государство уже распалось на 11 владений. Не смог удержать под своим контролем Хусейн Байкара. И после его смерти в 1506 году государство распадается на 2 между его сыновьями. Бадюз Замаром и Эмиром Музафаром. Через год это государство захватывает уже легендарная личность Шейбани Хан. Хан из Даши Кипчака. Вот так закончились последние годы правления Тимуридов в Харасане. Значит, а мы продолжаем. Что происходит? Хочу кратко рассказать про науку и культуру период Тимуридов. Значит, период Улубека. Были построены медресе. Потому что он посвятил годы своего правления не только государственному правлению, но и развитию науки и культуры. Легендарный правитель и ученый. По его приказу были построены медресы Бухарии в 17-м году, в Самарканде в 20-м году и в Ждыване в 33-м году. До сих пор функционируют некоторые. Значит, в Самаркандском медресе в Регистане можете увидеть. Медресе Улубека. Значит, Улубек, почему достиг больших успехов? Почему он смог управлять государством 20 лет, хотя ему помогал его отец, обезопасил его врагов? Потому что он был образованным человеком, образованным правителем, а наука всегда помогает облегчать жизнь человека. Он знал про государственное управление, про политику, про военное дело, про науку и технологии. С помощью этого он смог управлять почти 40 лет. Это не всем удавалось в это время, особенно в период смут, но Улубек это было по силам. Значит, он еще посвятил свою жизнь, часть своей жизни астрономию. Вы знаете, что по приказу Улубека была построена обсерватория Улубека под Самаркандом на берегу реки Оби-Рахмат. Именно 6 лет строилась, высота 31 метр. 1023 до 1029 годов строилась. Эта обсерватория работала с помощью стекстанта, который был построен, реконструированный под руководством Гео-Эс-Эддена Джамшида Кашани. А также там творили Казаде Руми, которого звали Платоном в свое время Аликшти, это ученик Улубека. Один из преданных учеников, его наставником был Улубек, которого называли Птолемеем своего времени. Который посвятил свою жизнь ради научных исследований. И они вместе одной командой под руководством Улубека создали новые астрономические таблицы, новый труд, где давались координаты, точные координаты, 1018 звездам. Конечно, это на 11 звезд меньше, чем определил Абурайхан Берони. У него было 1029, но точность Улубека была выше, чем у Абурайхана Берони. Вот такие дела в государстве Улубека. Значит, кроме Улубека, кроме тимуридов, так как были созданы большие условия для развития науки, потому что и Амир Тимур, и его некоторые сыновья, такими были Шахрух Улубек, Хусейм Байкара, они были не только завоевателями, но и они были архитекторами, они были людьми науки, они знали, что путем просвещения можно достигнуть рассвета. И поэтому они поощряли культуру, развитие культуры, искусства и науки. Вот именно в этот период возникают вот такие легендарные личности, литераторы, историки, каллиграфы, как Лютфи, который жил 99 лет. Писатель Абдурахман Джами, таджикский писатель, персидско-таджикский писатель, друг Алишера Наваи, они вместе творили. Дурбек, который стал автором Юсуфа Изулейхи. Про Алишера Наваи вы знаете подробно. Он является, считается, что он основатель узбекской литературы, а также в нашем учебнике дается его легендарное произведение, как Махбуб Ул-Кулуб, Лисян Ут-Таир, Хамза произведение. Значит, переводится как Хамза, вы знаете, Петерица. Махбуб Ул-Кулуб, Влюбленный Сердец, Лисян Ут-Таир, Язвык Птиц. Значит, согласно данным, что Алишер Наваи внес большой вклад в течение суфизма. То есть, он был суфи. И вот произведение Махбуб Ул-Кулуб, Влюбленный Сердец, посвящается именно суфийскому течению. Вот такие данные тоже имеются. Мирхант и Хонда Мэр были одновременно учениками Алишера Наваи. Они оба историки. И Мирхант, и его внук Хонда Мэр, и Алишер Наваи, они, если обратите внимание на их годы жизни, они жили по 60 лет ровно. Вот 60 лет. Алишер Наваи 41, 501, 60 лет. Мирхант 38, 98, 90, минус 30, 60 лет. Хонда Мэр 75, 35, 25 плюс 35, будет 60 лет. Интересная закономерность. Троица тоже, вот троица это все суфи. Они, значит, суфи обучаются как ученик и учитель. Вот Алишер Наваи был их учителем. И Мирхант, который творил под руководством Алишера Наваи и Хонда Мэр, были учениками Алишера Наваи. Они, то есть под руководством, по предложению Алишера Наваи, Мирхант начал перевести легендарное произведение Равзат Уссафо, Райский сад чистоты. И это произведение не смог окончить Мирхант, перевести, его перевел окончательно Хонда Мэр, его внук. И они вместе закончили перевод легендарной книги. Хонда Мэр оставил после себя произведение Хабиб Уссиар, который посвящается истории Средней Азии, не только Средней Азии, но и Дашни Кипчака. Кроме этого, в это время творили каллиграфы легендарные, которые создали новую почерк на столе, создали новое в данном виде искусство, как Мираля Тебридзи, Султана Лемашхади. А также личность, которая занималась изоизводительным искусством, это Камал Аддин Бигзат, который нарисовал портрет Алишера Наваи, Шейбани Хана, Абул Хайр Хана и так далее. Годы его жили 1455-1536. Камал Аддин Бигзат. А также в честь Бигзата был назван университет Ташкенде, потому что Бигзат стал основателем нового именно течения в изобразительном искусстве, то есть называется Гератская школа. Вот такие легендарные личности творили в период Тимуридов. Значит, мы сегодня узнали про распад Тимуридов. Если вам что-то было непонятно, мы еще с вами вернемся в начале 8 класса к данной теме, именно про политическую борьбу между потомками Амира Тимура. Мы сегодня рассмотрели про потомков Амира Тимура, как Шахрух Мирзо, правитель Харасана, Мирзо Улубек, правитель Мавира Нахра, про науку и культуру. Если вам что-то было непонятно, вы можете задавать в нашем прямом эфире вопросы в письменном виде, я отвечу на ваши вопросы на следующем уроке тоже. Во всех уроках вы спокойно можете задавать вопросы, что-то, если вам было непонятно. Значит, этим мы свой урок заканчиваем. До следующих встреч. Мы со следующего урока начнем 8 класс «История Узбекистана», продолжение. А что же произошло после Тимуридов? Вот, я сказал, захватил Мухаммад Шейбанихан. А что произошло после него? О чем рассказывает история уже новой эпохи, уже начинается новое время, 16 век? Вы узнаете подробно на нашем следующем уроке. Пока, если вас заинтересовали наши уроки, в описании под видео можете зарегистрироваться в нашем боте телеграм-канале. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok